Я хочу тебя на 360 Все в колено проводит бейс А с Тимати ты на ты или на вы? Сейчас это именно чисто интерьер Влад, в общем нужно за 5 минут Успеть накидать крутой бит Да, вот я как бы Ну что ты уже, какую-то технику уже не покажу Я так часто пишу о любви Что любовь заикаясь Напишет рассказ обо мне И мы с ней заключили парень Привет друзья, я Дмитрий Гуменный Диджей Димиксер, это проект по студиям И сегодня вы узнаете, кто написал музыку Для таких композиций, как ЛД 360, Макс Барских Туманы Егор Крид самое-самое Квест Пистолс непохожие Миша Марвин ненавижу И это только малая часть композиции Поэтому друзья, присаживайтесь поудобнее Мы идем к Палагину На самом деле дверь открыта И нас уже ждут, пойдемте Очень суровый звонок Привет еще раз Дверка вообще была открыта, да, я смотрю? Да, пойдемте Влад, как я понял, ты летом живешь в Украине В Одессе Да, в основном А зимой, осенью, весной в Москве Ну, большая часть туда-сюда скитаюсь Как сложно вообще жить на две страны, на два города? Да ну блин, что я сепаратист Не, ну типа нормально Здесь, знаешь, просто я больше приезжаю Делаю всякую работу быстро Набираю заказы и сижу в Одессе Там уже спокойненько разгребаю, знаешь Вот, поэтому вообще наоборот Мне даже нравится такое зонирование, знаешь То есть там чил, тут работаю А как вообще давно ты уже живешь в Москве И правда ли, что тебя Blackstar сюда привез? Ну знаешь как, меня привез Егор Глеб И он тогда как раз начал работать с Blackstar Ну по факту да То есть косвенно и они, и Егор Ну давай поговорим про твое оборудование Сразу бросается в глаза Мук Да, это Мук Ваягер Ну, классная темка То есть я как бы раньше по нему вообще Ну, угорал, то есть все с него записывал То сейчас амнисфера есть, ты понял? И сейчас это именно чисто интерьер Одел наушнички, посидел, поклацал Прикольно, типа Ну, именно для души Это как вине Не, ну слушай, ты если там посидишь У тебя какая-то идея появится То он уже будет себя окупать Если его просто убрать Мне кажется, из комнаты И, ну, как бы То ты уже хуже биты делаешь автоматически То есть ты заходишь И у тебя настроение Ну, ты профиг То есть у тебя именно аппаратурка Вот за это я благодарен всему этому железу Еще Nord есть Вот его чаще сэмплирую Поним? Потому что его легко завести И я просто играю что-то Там пианино какое-то А потом сэмплирую, знаешь, питчу И получается, как будто ты какой-то сэмпл заюзал Мэйки, мониторы Мэйки 624 МК-2 Это вообще, ну типа Я прям фанат их Знаешь, что круто? В них типа вот стереофаза крутая И сабик Не как в КРК Не как в Ямахах А вот всего тут в меру Вот мне, короче То есть он там не заваливается, да? Не И тут, видишь, ты можешь срезать И они как NS-ки будут Знаешь, NS-ки Ты до сотки все срезаешь И они вообще сухари И еще круче слышно голос Когда ты не продакшеном занимаешься А вот именно сведением Клавиши комплит Вот такие еще в Одессе Такие же, только еще длиннее Почему именно они? Ну это обычная медюшка, да? Ну она с подсветочкой Вот это прикольно Так, я вот этим темой пытался пользоваться Там вот это у них комплит Есть приложение Вот даже в FL Можно как-то более как плагин Но ты вряд ли этим пользуешься Ну это, знаешь, это просто слишком Это прикольно залипать Но когда тебе пришел артист И тебе надо что-то срочно сделать Там пока ты вот этими штуками накрутишь Это долго, да Поэтому приходится Как медюха Очень крутой ход у нее Я прям очень доволен Легенький Да, очень приятно Знаешь, на ней даже легко тебе биты настукивать Потом наушнички мои любимые DT1770 Pro Beyerdynamics? Да, Beyerdynamics Вот раньше у меня были У них очень мягкие обороты По крошюре я их всегда люблю трогать Да, вот И как бы Что-то там Ну что ты уже Какую-то технику уже не покажу Ты бы мог рекомендовать эти наушники? Вообще must have Потому что до этого у меня были факалы Spirit Pro, кажется Один, кстати, как ты в них выглядишь? Тихон чисто Вот так примерно и выгляжу Когда я в этих наушниках Но ты чаще всего в наушниках Или в мониторах пишешь? Знаешь, я наушниками пользуюсь Вот когда типа я уже все свел, наверное Так перепроверить, да, наверное? Да, ну потому что я всегда на колонках стараюсь работать Но еще я обожаю на эпловских наушниках чекать Ну потому что все слушают на них Или на самом айфоне послушать Тоже, да, классно У нас уже пошепогнали То это вот именно мой must have Когда я куда-то путешествую Ну это топ Ты понял? Они с шумоподавлением Слушай, как работает шумоподавление? Расскажи, потому что Ну как Только сейчас начали они появляться И многие вообще не понимают Как это работает И вообще Как это возможно? Ну как мне чувак в магазе рассказал Слушай, они пускают низкую частоту По-моему, или 10 герц Или килогерц Ну, конечно, то, что внизу И они этим отталкивают внешние волны Понял? То есть получается То есть они не высокие частоты Не убирают, только гул То есть получается Вот эти низкие частоты Они как будто выравнивают волны Которые летят к тебе И из-за этого исчезает весь гул То есть ты их одеваешь Ты вообще ничего не слышишь Ну реально это работает? Вообще Да я прям в шоке был Ну понял? Это прям будущее какое-то Да, очень кайфово работает Сколько они стоят? Блин, я, честно Ну, по-моему, я вам видео брал Или тридцатка Или тридцать пять Меня зовут Егор Крит Еще раз Это Палагин Тот человек, с которым мы сделали Альбом «Холостяк» Тот человек, с которым мы сделали Самую-самую невесту И бла-бла-бла-бла-бла-бла Все то, что вы любите Все то, что вы давно слышали Влад, расскажи подробнее Как произошло твое знакомство С Блэкстаром И в частности с Егором Кридом Потому что, собственно С этого уже все началось у тебя Да, ну моя карьера началась Именно с этого Тогда, не помню, какой-то год был Ну, короче, это было давно И тогда как раз Крид взяли Как нового артиста И я попал как новый музыкант И нас соединили вместе В общем, типа Вот вы работаете вместе И мы долго писали Что-то у нас, знаешь, такое Не очень получалось А потом мы сделали Самую-самую Вот как-то мы пришли к этому И, типа, знаешь, для нас Для нас тогда это казалось Странной песней Мы не до конца были уверены в ней Потому что она такая, знаешь, была Ну, народная Народная Для свадьбы такая прям Вот, да, типа Но оказалось, что это и сработало Из-за того, что мы такие Были модненькие басы Для того времени Знаешь, то есть такой сабик Оно вот из-за этого Очень круто сработало И вот после этого Вот так очень произошло Наше знакомство На тот момент тебе было 17 лет Да? Или 16, или 17 Ну, то есть, получается Ты в 16-17 лет Написал самое-самое Да А вообще, вот ты говоришь Вас связали Вот изначально Ты жил в Украине И тебе позвонили Или ты отправил демку кому-то Как вот именно Вот это начало произошло Знаешь, что Я познакомился Ну, то есть, первый Кто из Blackstar С кем-то познакомился Это был Егор Глеб А нас с ним познакомил Вандерфилл Вот, в общем, он говорит Сказал Егору, что есть пацик Типа, он нормальные биты делает Вот, и мы как-то так сошлись Встретились в Киеве И потом он меня пригласил сюда Я чисто с рюкзачком пригнал Вот именно просто Все, что у меня было Это рюкзак и куртка Ну, короче, я прикатил И, ну, и все И поэтому вот так вот и остался С этим рюкзаком И только в Москве уже Правда ли, да, что реально Blackstar вас привез сюда То есть, он помогал квартиру снимать Или как это произойдет Или прямо они сняли И вас туда поселили Ну, как, поначалу нет То есть, поначалу Это больше Егор Своими силами всех подтянул Но потом, когда к нам Появилось доверие Со стороны Blackstar То есть, что мы можем делать Прикольные песни Тогда они начали помогать Знаешь, ну, как Ну, это правильно То есть, по аренде там подкидывать Да, конечно Помогали максимально То есть, это было очень важно На тот момент А сейчас? Ну, сейчас мы просто уже Стали более самостоятельными И уже не нуждаетесь? Ну, уже, да Не нуждаемся в этой помощи А получается, ты С кем переехал именно из Украины? И с кем ты жил И сейчас живешь? Когда я переехал Мы жили с Мишей Марвиновым Тогда он еще Не был Мишей Марвиновым Егор, Глеб Я Артик И еще Кирилл был с нами Парень, тоже музыкант Артик и Асти, да? Который проект? Да Ну, для тех, кто не в курсе, друзья Да, тогда такая банда была Ну, Артика была своя комната Шикарная Мы там чуть В отдаленных уже комнатках А шикарная Это что там? Лепнина? Нет, у него такой телечек Я помню был Я всегда прям завидовал Короче То есть, ты к нему заходил Он телек, да, смотрел? Ну, конечно Ну, босс А давай теперь поговорим про трек LJ360 Герои наших предыдущих выпусков Empalda и Muzo Рассказывали, что Очень много битмейкеров Пробовали сделать этот трек Но получилось только у тебя И на 360? Да То есть, тех заданий Было выслано нескольким И у тебя получился Самый крутой вариант Расскажи, вот Поподробнее Как это произошло? Как это произошло? Опять же Кстати, опять же Вандерфил В общем, да Он нас свел с LJ И LJ мне написал Что есть трек Крутой трек Вот просто нужно Свежее дыхание в него Знаешь, вдуть Ну, пообразному Наверное, дословно Он так и сказал И он мне скинул разложку То, что у него было Это плак Голос То есть, основной плак Который в самом начале Да Ну, конечно Я подвызвучил Чуть по-другому И там продублировал Но, типа, да Вот именно Основная идея была Другого битмейкера Криме Ну, как мне сказал LJ Вот, поэтому Я вот просто взял Эту разложечку И убрал все Кроме этих звуков основных И сделал бит, бас А до этого Вы с LJ Не общались? Нет Вот тут Первое наше Взаимодействие Это у нас Проект 360 Десятый проект 360 А давай послушаем Те куски, которые тебе Изначально прислали То есть, сама Маримба тебе Да Это Маримба Ну, просто я же Так То есть, она была там Какой-то такой Более в глухом, да Взвуке Да Всякие Фильтры для прикола Вот Голос Перед моими глазами Только твой вид Зали Забых И мы лепим Друг к другу Как сахар Не хочу Опять, наон По эйрам Вообще так Уничтожает Круто Ну, они тебе уже готовы Да, голос прислали? Да, вот Прямо такой голос уже А ты потом это все Экспортного Это была финалка Или кто-то еще доделал Нет, я просто им согнал То, что я доиграл По дорожкам, да? Да, они уже все собрали И выпустили Быстро это произошло? Да, довольно быстро Оперативно Да, оперативно Пацаны делают Что еще? Ну, короче Основы Прямо их Просто поэтому Он у меня сохранен Остался Бочку ты чем обрабатываешь? Давай втыканем Сейчас Бочка этого Царица полей Царица полей? Да Хорош Вот такая бочечка Из моего пака Я уже Как вот начал биты делать Я начал вот убирать звуки Ну, на бочечке У меня эквалайзер Как бы И все? Ну, все Ну, я чуть-чуть соточку Убрал Потому что Понял А бочка изначально Может у тебя Вылизанная, да? Потому что была? Нет Ну, просто Вот соточка Смотри, как она влияет Вот она есть И вот ее нет Ну и Короче, это мыс Вообще Именно Secret Weapon Я всегда делаю Группы барабанов И Ну Чтобы они запирали Чуть-чуть Понял То есть для этого Тут я юзал Ред Вот классная тема Она, понял Дает именно Сатурацию Вот этой Ты ее на На все Данкиты? Да На все Группы барабанов И без нее Ну и короче Такие более грязненькие Сносят Да И хрустящие Да, они более живые И более как-то сплоченно Звучат А Кстати, ты про плак Говорил Тоже Он из Nexus То есть, знаешь Я скорее просто Добавил именно Тех нюансов Знаешь Каких-то более Танцевальных Ну и все Это классный звук А что это за звук Где ты его взял Это? Это со сквозь Я скачал Тимати Гуф Поколение Перед релизом трека Тимати разместил видео В котором они слушают Твой бит Да Расскажи изначально Как он вообще к ним попал Это было техзадание Или ты просто придумал бит И отправил Да Тиман сказал Что ему нужны биты Присылай Просто говорит Нужны биты И можем встретиться Через недельку на студии Я вот всю неделю Писал просто биты Не знаю Битов по 5 в день Правда Но я хотел, знаешь Угодить Вот И я получается Пришел с паком битов Он отобрал что-то для себя И вот по итогу Через время Я не знал Что выйдет Я не знал Он что-то записывает Или нет И потом я просто Уже увидел в инстаграме Смотрю там Открываю видос Знаешь Мне все начали кидать Ну это круто для меня Знаешь С Гуфом в тачке Ну короче Это круто Вот так вот это и произошло Это было техзадание И как быстро Они потом на него записались? Ну походу Он уже был записан Раз они в тачке снимали Ну вот с момента того Как он отобрал Твои биты И До момента выхода трек Может месяца 3 Ну это нормально Тебе понравилось то Что получилось? Да Ну вообще Ну как У нас с Гуфом уже был трек Это Миша Крупин Яна Фит Гуф Это тоже был мой бит Это вот наше первое взаимодействие с Гуфом Это тоже конечно круто И круто что Через время Опять получилось с ним Косвенно поработать А вообще Как появился твой тег Палагин он убит? О это вообще шикарная история У меня еще знаешь Все говорят что Тег Ну короче Его первая версия была Это Палагин он убит Гоу Ну короче Это Гоу Метро Бумен Вон Са Монниг Который делал 808 Мафия По всем вот этим чувакам Метро Бумен он делал Да Метро Бумен Диджей Мустард И он заказал Кочется Чувак который делает Всем теги за деньги И он заказал у него Палагин он убит Ну вот Ну короче Со временем Палагин он убит Осталось А Гоу я уже убрал А Гоу осталась? Версия Гоу? Да конечно Давайте поколю Вот какой он был В самом начале Вот какой тег был В самом начале Это Палагин он убит Какой монстр он убит Но так как это подарок Подарки нельзя судить И видишь Он мне очень пригодился На самом деле Этот тег Ну он тебе вообще известен Ну да Он мне сделал Все-таки Наверное как раз Из G-host-райтинга Какого-то он меня и вытащил Палагин он убит Это именно этот звучок Ты понял? Ну это Lexus Тоже Lexus Это Lexus Ну это нестандартный банк По-моему АД То же самое Только на октаву выше И бас Вообще просто Офигенный бит И он Посмотри какой простой Вот тут кстати Мне даже интересно Сколько по времени Ушло на это все Потому что Project Info Час и 40 минут Сейчас Наверное Все-таки даже меньше Да ушло Ну да Это по-любому Что я еще сидел Знаешь и слушал Так много раз И что-то там крутил Я тем более делал В тот момент По 5 битов в день И это был один из них Да Это один из них И Ну знаешь что Я очень много сижу Эквализирую браз Или там сижу Ну потому что это делаю И поэтому я сохраняю Как сэмплы Потому что я слишком Большую цепочку Сделал И наверное на это Я больше Самое главное Ты делаешь это все На трезвую голову Ну конечно На трезвую голову Некоторые не могут Творить там на трезвую Либо выпивают Либо что-то Ну ты делаешь себя Зависимым тогда От таких веществ Знаешь Которые стимулируют тебя Ты же должен и сам По себе что-то представлять И что-то делать Ну вот яркий пример Друзья Все на трезвую голову Десятки работ Которые играют везде Просто Я не работаю трезвый Я трезвую только свожу Сейчас да Хочется просто мелодию Какую-то найти Знаешь что-то Чтоб чуть подзацепило То ну Драмкитами Ну сложно зацепить Знаешь Поэтому самая главная Такая мелодия А здесь на мастере Тоже ничего нет? Эксайтер Мне очень нравится Что он Мид и Сайд делает И я делаю Тейп Понял Как кристаллизирую Ну короче Слышь Слышь Какой верх Да Мне нравится Как такое Глухо Вот оно открылось Да Поэтому А следующее Что в цепочке? Следующее Тоже изотоп Да Изотоп максимайзер А пользуешься ли ты Когда-нибудь Родным лимитером Фрутилупса? Ну как гейт Вообще Давай попробуем Вспомнить Как создавалась Нуля Песня Самая-самая Вообще Откуда появилась идея С чего все началось? Идея Блин Кстати Мне потом кенты Знаешь Через время сказали Что типа Ух ты жучок Я понял откуда идея Короче Я скачал Венженс Какой-то Клаб-саунд Номер один И вот эта гитара Это же типа Прямо оттуда Понял? А Ту-ту-ту-ту Просто я понарезал Чуть-чуть по другому аккорду То есть там где-то зациклил Ну вот собственно Вдохновение было Типа такое Народно То есть там гитару Вообще живую не писали Только венженс? Да Это венженс Потом мы Ну что Добавили бочку Добавили бас И начали пацаны писать То есть изначально Ты написал ларжировку Уже отправил им И они начали придумать Нет, мы все это дома делали А Прямо одновременно? Да Мы все вместе Я всегда люблю С артистами Больше вот собираться И тогда знаешь И какая-то магия у вас происходит Вы типа общаетесь Знаешь Так круче Чем когда ты в изоляции сидишь И он в изоляции Ну с Егором Кридом Вы же дружите То есть ты можешь спокойно Им позвонить Или вы можете собраться Куда-то поехать Да, конечно И все остальные артисты Да Ну да Со всеми хорошие отношения Конечно Это самое главное Ну типа Только так и получается Хорошие отношения А с Тимати ты на ты Или на вы? Ну смотри В каком плане? Ну вот в общении Ты приходишь на студию? А ну то есть Мне конечно с уважением Но в основном на ты Но когда мы только познакомились Я говорил всегда с ним на вы И он даже сам как-то сказал Типа на ты Ну типа нормально Он же тоже, знаешь, молодой как бы человек Не, ну это круто Что нормальная атмосфера Да, конечно А до этого До того, как ты приехал в Москву Ты работал с Сюзанной? Да В Киеве мы работали Да Много писали музла И даже встречались Окей Друзья, для тех, кто не понял Сюзанна Это актер-проект Сейчас популярный Мальбек и Сюзанна Ну микрофон у тебя такой Блэк-версия Да Это Блэк-версия Специально Подходила по красоте Да Это ТЛМ-103 Ну Всех пишем в него Даже без этой штуки То есть финальная версия Вы прямо на него пишете И эти треки слышат все на радио Да А кто в него писался Давай перечислим Именно в Москве В этот микрофон мы писали Крида Вот последний альбом Потрачу И Миши Марвина Все Ну и Крида Еще песни какие-то до этого Но Миша Марвин Прям здесь живет То есть он просыпается Подходит Да На этой кровати Да он может спать То есть вы не перезаписываете Потом где-то на студии Не С большим оборудованием Вот мы раньше загонялись То есть мы раньше думали Что типа комната И все такое Но блин кайф То есть мы знаешь Как это вы уже знаете Какие-то частотки Но из-за того, что тут все мягкое Оно и пол нет Этого гула Отражения Короче Прям реально частяк То есть если что Какие-то может Резонансы Согласись Если вы бы заморачивались Задрачивались То это бы слышно было в треке И не было вот этой живости Да вот чем фишка Что по-моему Когда есть комната То голос как-то Ну по-моему Он живее звучит Из-за того, что комната Отражение Нет вот этот вакуум Знаешь Когда голос вот такой Поэтому ну короче кайф Это мне кажется Даже какая-то Почерк какой-то Знаешь звучание Карточка конечно У тебя Apollo Twin Да Apollo Twin Собственно стандарт Вот как вы уже видели У всех на студии она стоит И обалденное просто Да это чисто под Windows Потому что у меня типа Ну Note Mac Но стоит Windows На буткемпе И я купил специально Именно версию под Windows Они сейчас только ее выпустили Или полгода назад Ну что-то такое И да Я короче юзаю Постоянно все эти DSP плагины Автотюн в реалтайме Это вообще что-то То есть приходит артист И ты не в серии записал Его голос Знаешь А потом поставил автотюн Сразу одновременно Да Прям в реалтайме В наушниках Он уже все слышит Ну это прям Жесть Ну можно для лайвов И ватт И ватт Как же без него Ну MacBook у тебя С Windows Да Mac 15 Друзья Вы меня спрашивали Что у меня стоит на MacBook У меня стоит и Windows И Mac Это называется Bootcamp Всем это известно У Влада то же самое Такая же тема То есть у вас как бы На Mac есть и Mac OS И Windows И это нормально живет И не конфликтует Это 15 год Но это был кастом То есть понимал Они же выпускали все процессоры Intel 2.8 То можно было заказать у них Именно из Америки Чтобы тебе привезли 2.9 В России они не продавались Вот и мы прям заказали 2.9 И это по-моему До 4.1 Короче бустится А у тебя крутой винт Porsche Design За сколько ты его взял? Ух Слушай Ну это я тоже не помню Та шит или пятнашка Что такое Ну на 2 терабайта На 2 терабайта Но это HDD То есть это не SSD Это именно диск Но как знаешь Честно как бэкап Все проекты на нем хранятся А почему ты именно его взял? Почему я взял такой винт? К нам приезжал Scott Storch И мы работали тогда с Blackstar И с Scott Storch И у него был такой же винт И он мне говорит Хочешь типа Поскидывай себе звуки Ну то есть понял А я как Пошел купил себе Прям такой же винт Как у него Чтобы именно с размером Не потеряться И вот И воспоминания Scott Storch Знаешь И типа винт такой остался А со скольки лет Ты вообще начал писать музыку? Вот это вообще шикарный вопрос Ты же именно так сел Как будто сейчас буду Очень долгую историю Давай Очень долгую историю рассказывать Я поближе сяду В общем Я катал на компе Всегда в NFS То есть я именно издалека начал В NFS Какой первый андеграунд? Первый андеграунд Да То есть там Это важно Ниссанчики Ну короче Врывался И у меня один момент Потому что все крэкнутое было А он не запустился А у меня брат тогда Знаешь Он был диджеем в универе Не в универе А в колледже И у него стояло FL Studio Иначе я всегда видел Как он что-то там делает И так как Need for Speed у меня не запустился Надо было что-то делать Да Надо было что-то запустить Я запустил FL Studio И начал стандартные проектики По-моему там Открывать Разбирать Показывать маме Смотри какие я биты делаю И потом мама приходит Думает То есть это сразу были биты То есть это не какая-то музыка Нет Но это был клубнячок Стандартных проектов Которые я переделывал Электрохаус Ну в основном такое Там какая-то дичь была Ну и какое-то подобие Может дабстепа даже Ну короче Вот с этого я начал То есть я просто менял тональности Как-то знаешь Что мне круто Я до этого хип-хоп и джей работал То есть типа Ну это серьезная программа Хип-хоп и джей да Ну то есть Но это я даже не считаю Я помню что я как бы музыка занималась Да И вот FL Studio Мне помог стандартных проектов Понять из глубины треки То есть как мелодии строятся Понял Ну это короче Очень было прикольно И это было в 9 лет То есть в 9 лет Вот я начал уже биты делать А первый бит я помню Я продал в 11 Кенту С которым мы в баскетбол играли На районе За сколько Короче То в рублях Это сейчас может 200 рублей Понял Но тогда это может было И 100 рублей Ну короче Ну это блин Ну продал уже Хорошо Ну это были чипсы Сухарики дома Вообще как бы Всегда понял Ну то есть я не переживал за это Друзья Появилась идея Сделать мини рубрику Называется Трек за 5 минут Если эта рубрика Вам понравится Поддерживайте пальцами вверх Влад В общем нужно за 5 минут Успеть накидать Крутой бит Ну я на низко в старте Ты берешь бас сразу Да? Да я примерно По гармошке раскидал Навалим звук Ты просто молниеносно Ты все делаешь Ну такая задача Страх В увидев Подожди Дом Успеть В этом Дом Возвращения Никола Ник artif Никол Кто Никола Никола Такой лиричности добавил последней ноткой. Ну, ты понял, да, сейчас разнообразно. Конечно, я бы поселил подольше, но... У тебя столько плагинов. У тебя еще есть минута на фишечке. У тебя сколько гигабайт сэмплов? Террика. Ну, террбайт. Так, только фишка в том, что я это не писал. А фишка тут есть, что тут можно это все сделать. То есть ты в основном записываешь с миди-клавы, да? То есть ты вручную редко мелодию наибаешь? А вот смотри, можно, короче, less two minutes. Ты понял, да? Да. Вот нужно именно, ну, как бы не спешить, пожалуйста. Такой пьяный немецкий трубач. Да-да-да. Ты же мне дашь время, чисто, хотя бы реверок на него накинуть. И вообще будет другая песня уже. Реверк у тебя все решает, да, вообще? Ну, последний штрих. Добавляем крэш. Ты всегда по тональности поставишь? Да, конечно. Это самый быстрый битмейкер SF. Ну, и смотри, тут же стало сделать с аранжированием. Захотел. Собственно, ты понимаешь. На мастере ничего не висит? Стандартный лимитр. А на басу? Не вообще ничего, ну как есть. А какой ты бас взял? Это асэмпл? Да, это из моего драмкита. У меня есть драмкит Баддега. И тут вот есть... Его могут купить простые люди? Да, я думаю, что ссылочку мы тормознем где-то вот тут. На покупку или на скачание? Нет, это платный драмкит. Но мы сделаем из тех проектов бесплатный драмкит, чтобы люди пользовались теми звуками, которые есть уже в вышедших песнях. Я думаю, это было бы очень приятно. Но этот драмкит у меня, увы, платный. Для кого-то может, увы. Друзья, спонтанно появилась идея найти рэпера на этот бит и спонтанно так же записать крутой трек. Так давай его зальем, ссылку на этот бит, и пусть типы развалят. Да пусть хотя бы просто кто-то его развалит, да? Давай. Ну, пусть будет, да? Ссылочку разместим. А мы потом выберем, какой лучше будет. Хороший. И прокомментируем его в передаче. Либо можно сделать так, что я пойду к кому-нибудь артисту и попробую записать. Ну и по традиции, друзья, пришло время разыгрывать небольшие подарки. Наши кружки. Мы их отправим в любой регион, в любую страну, в любой город, где бы мы ни находились. Так, берем наш предыдущий выпуск с капеллой, вставляем в рандомайзер, прогружаем комментарии и узнаем, кто получит кружки. Артем Хабаров, большой респект тебе, кружка к тебе летит. Арман Яршов и третий получает у нас кружку Игарай Кайзет. Друзья, скоро у нас появится памик кружек. Еще крутые подарки это могут быть медиклавиатуры и полноценная техника. Также все, кого я сегодня назвал, пишите мне в личку, связывайтесь и получите свой заслуженный приз. Ой, Баль, просто пылесос сейчас. Это реально пылесос? Прикинь, реально пацаны начали пылесосить. Что у тебя на мастере? На мастере у меня и за топ максимайзер. Но это когда было, это же года два или три. Погоди, то есть это уже финальный или потом кто-то не мастерит? Вот я это все делал по музлу, а потом сводил все Евгений Мьюз из 92-10 тоже нашей команды. То есть все сводил уже он и мастерил тоже уже он. А в основном мастерит он все треки или чаще всего... Когда-как бывает? Нет, когда-как бывает, что я все свожу мастерю, а бывает, что ему отправляю. Это у меня как саб, еще дабл есть всякие. Прикольный звук. Это на чем? О, это, кстати, не у каждого может есть. Sub-Boom Bass. Ого! Чего он примечательный? Первый раз вижу. Ну, знаешь, вообще это первый FM-синтезатор, с которым я столкнулся. То есть в нем именно FM-чик, понял? И вот он звучит так по-дипхаусовски. Ну, это Rock Papen. Я фанат их. Это пресет или ты его нарулил? Ну, это прям пресет. Ну, знаешь, что я может там себе сустейн покрутил, но это такой пресет. А что на нем висит? На нем кикстарт. И все? Кикстарт, ну, я бас поднял, ты видишь, вот. Потом я его продублировал. Вот прям. Это Nexus, слышно? Да, конечно. Плаг Nexus и сверху А у тебя платные банки или это родные? Nexus? Нет, у меня есть платные, прям покупали BVB и AD всякие. Сатуратор, да? Ты прям любишь Saturn? Да, а Saturn-то пушка. Он в плане песочка идеален. А вот и плаг Nexus, конечно. Кстати, это звук, как в Quest Pistols ты делал. Да. Это же, по-моему, эти круче всех. Круче всех, да. Ну, я вообще участвую и юзаю. Да, я думаю, много людей его часто юзает. Это такой, знаешь, стандарт уже какой-то мировой сложился. Так. Рояльчик. Все, короче, ясненько. А, ну, единственное из того, что тут классное такое, добавило настроение. А, во-первых, гитары, я хочу сказать, это все Макса. Это вот он сильно играл. Вот. Просто я их вызвучил, они были такие. То есть Макс Барсхи, он еще на гитаре играет сам? Ну, да. И тебе прислает дорожки? Да, да. Вот он очень, в этом плане, очень креативный. Самая хитовая часть на пропеве. Это Сплайс. Спайр. Спайр. Да. Мелодия, как из двухтысячных. Да, да, это именно... Там сидишь, там, на дачах, картошка там. Ну, конечно, ну, чем вдохновлялись? Ты что, вообще на какой музыке ты рос? Какие треки ты любил в молодости, в детстве, там, в пять лет, в десять? Ну, как, знаешь, скорее, что мне мама ставила, да? То, ну, скорее всего, это два кусочка колбаски, группа комбинация. Пол, это типа группа Нэнси. Ну, если уже на чем я рос? То есть, такая народная музыка. Конечно, ну, что мама включала на кухню. Слушай, ну, раз мы об этом начали говорить, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему так много очень крутых, именно прогрессивных музыкантов именно из Украины? Знаешь, как вот, мне кажется, Россия очень суетливая, ну, в плане Москвы, да? Мне кажется, тут у людей меньше времени думать. Вот, когда ты пишешь песни, то вот в Украине все музыканты, которых я знаю, они размеренно, они не спешат, и вот, мне кажется, это влияет на качество. Также много крутых артистов там с Сибири, там из глубинок. Ну, в основном вот из глубинок, ну, заметь, ну, правда. Может, они, знаешь, они больше стараются, они хотят что-то доказать, может, еще из-за этого, знаешь, хотят прорваться. То тут, может, люди чуть-чуть подрасслабились, ну, это уже слишком. Может, ты поэтому катаешься домой, чтобы не расслабляться? Да, конечно, нужно возвращаться в места, в которых ничего не поменялось, чтобы понять, насколько поменялся ты. А, давай посмотрим, сколько времени у тебя ушло на создание этого трека. Шесть часов ушло у тебя на создание этого трека. Да. Ну, а по факту, вот, как долго вы его делали? Типа, сколько было присестов и насколько они были растянуты, ну, наверное... Да, по ощущениям там. Да, наверное, неделя, и типа... Да, не, ну, мне кажется, дня два-три, вот, ну, реально. Ну, дня два-три, и все, типа, едет на сведение. И готов. Да. Ну, мы, я просто жил этой песней, то есть, у меня не было такого типа надо еще Макса сделать. То есть, я именно делал Макса. Когда ты слышишь свои песни по радио, где-то еще, что ты чувствуешь? Ну, блин, это как себя голым по телеку, наверное, увидеть. Ну, не знаю. Тебе как-то странное ощущение? Странное, да. Не скажу, что я прям радуюсь. То есть, нет, что, блин, офигенно это, классно? Да, то есть, я думаю, блин, вроде вот, знаешь, едешь в такси в каком-то киарео, типа, и думаешь, хэтик, ну, не вызвучил, да, да, конечно, всегда так. Только так, смотрю на саму музыку. Самокритика. Слишком, да. А вообще тебе нравится то, что сейчас у Макса Барских новое выходит там «Сделай громче», например? Ну, это же тоже мы все вместе сделали. Это тоже твой продакшн? Ну, как бы я, почти все песни, что у него вышли, я дорабатывал. И то, что сейчас выходит, ты тоже этим занимаешься? «Берега» тоже, да. Круто. Ну, да. Я думаю, что на «Туманах» это все закончилось. Нет, да ну-ка, перестань. Это первый трек, который мы сделали, но после него еще было много песен. «Последний летний день». Не знаю, честно, просто их много было. Чтобы вы понимали, друзья, Влад делает столько треков, что он даже их не запоминает и по названиям даже не ориентируется. Потому что такое количество треков, в котором он приложил руку. Трудно. Тут десятки, десятки. Ты написал очень много крутых битов, в том числе и для Квейс Пистолса. Для «Непохожий» трек. «Круче всех», «Непохожий», «Любинка». Может, что-то еще. А вот эта «Пей вода» твоя, нет? Да, «Пей вода» тоже. Тоже твоя? Да. А вообще, почему сейчас у них ничего толком не выходит? У тебя были два года назад такие прям бомбезные хиты. Как я думаю, может, они ищут новый звук сейчас, знаешь. То есть, может, им приелась концепция вот этих клубных песен полународных, и они, может, что-то ищут новое. Но, как я знаю, они работают над материалом, то есть, они что-то ищут. Бардаш тоже, ну, как бы, стараются же найти им какую-то крутую песню. Как ты думаешь, они сами чуть-чуть хоть какие-то идеи свои подкидывают, что-то придумают? Да, конечно. То есть, это же не полностью продюсерский проект. Нет, нет. Конечно, пацаны тоже со своим стильком пишут рэпчик. Ты помнишь, как вообще появился трек «Непохожий»? С чего все началось? Я работал тогда с парнем из Харькова, Толик Гурман. Вот, и он мне тогда тоже понакидывал всяких битов и всего. И я пришел на встречу с Бардашем, вот, уже довел и уже по итогу спродюсировал трек. и так и получились непохожие. А как ты с Бардашем познакомился? Он сам от тебя вышел и предложил встречу? Слушай, вот это интересный вопрос. Вот это я даже сейчас не вспомню. Для тех, кто не в курсе, друзья, это тот человек, который придумал «Квест Пистолс», «Луну», «Грибы» он придумал. Грибы, да. То есть, очень серьезный человек. Это очень серьезный идеал. Получается, ты первый отправляешь аранжировку, и они уже на нее придумывают. Да, именно в работе с ними так. Тут опять же все по дорожкам вообще прям максимально. Потому что у меня... Давай навалим звук. Слышишь, вот это перкуссия прям. На переходах типа? Да, да, да. Это, наверное, хорош. А вот этот бас хрустящий. На чем он? Как он сделан? Наверное, прямо вот этот. По-моему, это спайр. Кажется, это спайр. Пришло время рубрики «Зацени мой трек». В этой рубрике мы слушаем треки, которые нам присылают подписчики. Отправляйте свои работы вот на этот адрес. также помечайте, в каком жанре вы написали этот трек, чтобы нам быстрее можно было его найти. начнем мы с бита. Реально, просто бит, да, присылайся? Да, просто бит. Как тебе? Знаешь, хороший бит. Вот на этом я остановлюсь. Как думаешь, что да, когда Егор Крид или Тимоти смог записаться? Знаешь, они могут на любой бит записаться. Это будет хорошо? Да. Сколько мы поставим этому биту? Какую оценку? Знаешь, бит хороший, если ценить это как бит, то тут может и пятерочка быть. Но в плане как уникальности, что-то такое, то ну, ну, давай, три с половинка. Ну, класс. Обычный бит, как бы по звуку нормально, но хочется чего-то интересного. там все эти драм-киты зайтованы, там вот эти нейли на заднем плане. мне кажется, что... Следующий трек называется «Порошок». Это уже трек. Вот, ты слышал, там в начале звуков All Studio был. Эти типы мне уже нравятся, понимаешь? Прекрасив! Будешь хорош. Так и будет на записи? Не, ну вайп есть. Это прикольно. Расскажи для тех, кто не в курсе, что такое вайп. Муд, настроение, не знаю, что-то... Ну, просто настроение, наверное, да? Настроение. Степень качания, да? Это значит, что и качает, и тебе нравится, и ты... Когда есть вайп, ты уже не придираешься, ты качаешься. Ну, например, у того трека его не было, да, вайба? Ну, знаешь, в 14-м году он был. Ну, реально был бы, то есть я бы качался. А сейчас вот, это прикольно. Сколько ставим оценку? Ну, давай четверочку смелую. Мне кажется, пятерочку надо удивить. Прикольно тем, как... Прекрасный. Так называется... Хитер. Какой-то грамм, да, типа? Ну, мне кажется, это слишком откровенный кач. Ну, слишком откровенный. Ну, нельзя так качать. Ты понял? Угу. Ну, то есть, ну, что это? Трёвочку поставишь? Да, Да, вот если бы можно было как-то по наплывчику, начало 4 с половиной, понял? Ну, сейчас к троечке мы вернулись крипиву. Ну, бери меня попозже, ведь я сегодня недоступен, я так устал от твоих слез, и от этих будней, ведь я так устал от этих бургеров, честно. Тебе припев ничего не напоминает? Я хочу тебя на 360. Блядь, да, это сейчас за тактика такая. Ну, да. Ну, я не думаю, что это прям планировалось, но... Три? Четыре? Честно, ну, я даже... Ну, не знаю. Что не хватает? Что не так с ним? Или что? Или может, все ок? Да вот как раз все как-то слишком мог. Слишком все обычно? Слишком, ну... Не... Хорошо все слишком. Но вот этот крэшик, ты понял, это опять же драмкиты с 14-го года. Понял, вот этот именно трепахалик микс-тепс. То есть проблема у многих то, что они делают в старом изучении. Вот, ты понял, да, вот какого-то именно до сих пор кто-то Алекс Люгера хочет сделать. Ну, типа, вот, хватит. Ну, давайте что-то новое делать. Ну, хотя бы просто не настолько, понял? Ну, поищи ты, блин, драмкиты какие-то. Ну, видно, что пацан, техника, видишь, басочек у него по гладу гуляет. Вот, сейчас. Ну, троечка. Хорошая троечка. Это хорошая оценка. Так называется 963. Видишь, нумерология, да, чисто? Как будто это FL-кейс. Это прикольно, знаешь, как у Джимака. Чисто, какой-то... Это прикольно, когда слишком галимое пианино, оно из-за этого звучит круто. Прям откровенно. Ну, то есть, видно, что пацан не просто сделал хэлубит, он хотел сделать такой бит. Понял? Это круто. То есть, это именно как у Джимака, понял? Мне это нравится. Мне такое нравится. То есть, знаешь, я понимаю, что его можно было бы развалить, и это было бы что-то интересное. Это было бы что-то, ну, прям реально интересное. Такой бит вообще прикольный. Четверочка? Или он тебя удивил? Ну, как минимум, знаешь, не, давай четверочка. Класс. Ну, у всех теперь это Марима. Я помню. Ну, и мы не первопроходцы по Марине, поэтому. Гитарка прикольная. Да, прикольная, что он гармошку поменил. Ну, гармонию, типа. Такая нотка темноустойчивая. Гитара, как из Сиги. Да, честно? Прикольно, мне нравится. Ну, бодренький пацан. Хороший. Я не думаю, что я делаю на пятерочку, поэтому пятерочка это вот слишком. Думаю, что четверочка прям хорошая, твердая такая. Следующий трек, и мы завершаем нашу мини-рубрику, называется Увы. Иду за. Это на смысле? Слушай, ну нельзя так делать. Хорошо, ладно, пусть это подобие Медузы. Как тебе просто вокал, как тебе музыка? Вот, давай про это просто поговорим. Как мне вокал? Ну, нет. Вокал мне не понравился. Может, он хороший мелодист, но может петь пока, но не звучит. Может, он себя правильно не вызвучил, знаешь. А по музыке, ну сейчас все такое делают, но не звучит у него это круто. У него звучит это как вот, ему надо работать над этим, и у него все получится. Вот такой вот. Мне кажется, он на старте своей карьеры. Итоговая оценка? Итоговая оценочка, блин, ну вот, знаешь, просто из-за того, что оно похоже на Медузу, да, я же не ошибаюсь, да, 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 да. Ну, блин, я бы вот прям, блин, ну вот просто кол, ну пацан, я ничего против него не имею. Да, ну давай троечка, хорошо. Кстати, мы были у автора бита Медузы. Кликайте по подсказке и смотрите. Друзья, для тех, кто еще не понял, отправились свои работы вот на этот адрес, и вы попадете в нашу программу. Также у нас есть полноценные выпуски, называется также «Зацени мой трек». Здесь вы можете посмотреть наш первый пилотный выпуск. А если вы хотите увидеть Влада Палагина в таком же большом формате, ставьте лайк. Если мы наберем 15 тысяч лайков, то снимем такой же выпуск. А мы идем дальше. Здесь у тебя коллекция машинок. Тачечки. Ну, короче, к чему мы стремимся? Это просто в азбуке, знаешь, у них там акции какие-то бывают, типа там скидочка на Hot Wheels. И мы постоянно покупаем и вот собираем. Сначала красные собирали, сейчас уже по old school пошли. Премия Insta AdWords 2016. Ну, это, конечно, не моя, это Мишина. Миша Маргарет. Да. То есть, мне на трясаточку не выдали еще. Давай чайочек попьем чуть-чуть. Понимаете, мне глаз хочет расслабиться уже. Ну, все, пойдем, друзья, пить чай. У тебя поэрчик, да? Конечно. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас все поехали на концерт ЛДЖ, Влад остался дома, ему так комфортнее. Это что, дом и уют. Короче, чайочек. Ты сейчас, в принципе, актуален, популярен. Твои биты берут многие звезды. К чему ты дальше стремишься? Ну, во-первых, сохранить тенденцию развития. Ну, и, наверное, не знаю, с какими-то, блин, новыми фрешменами работать. Потому что, знаешь, со всеми-то уже, с кем можно было, наверное, поработал. Хочется даже что-то новое и какой-нибудь свой проект. То есть, я сейчас вот ищу таких ребят, с которыми было бы комфортно делать совместные проекты. То есть, какие-то исполнители. Это уже Билик есть, у нас есть первый релиз. Вместо с Темниковой мы сделали. Инда Блэк. И вот хочется... Это прям твой проект? Да, это наши проекты 9010. То есть, я полностью отвечаю за музыкальную часть. Темникова отвечает за паблишинг. То есть, полностью за продвижение. А расскажи про вашу кухню. Почему у вас здесь мониторы, ноутбук, звуковая карта? Ну, знаешь, у нас есть еще одни мониторы. И вот, знаешь, на кухоньке тут именно мы челим, и вот мы отслушиваем материал. И, видимо, вообще не готовите, да? Ну, судя по всему, что это больше как подставка, понимал? Типа, мы тут не готовим. Но слушаем, кайфуем, тренирование. Могли бы ты работать на колоночках с Вен? Так в смысле? Я же на них и работал. Я вот, я не знаю, только на реле в 16 перестал на них работать. У меня были такие коричневые, с Вену, с такой еще заглушкой, понял, чтобы ничего не попало. Я на них очень долго проработал. Они очень шикарные, я считаю. Все талантливые продюсеры начинают либо с Укараланов, либо со Свенов. Поэтому, друзья, не стремайтесь на них работать, и можно... Да вообще. Не обязательно иметь. Даже наоборот. Мониторчик. Шик-контрол это полезно. Если оно, ну как бы, все это знают, но если оно звучит на плохой акустике, то оно будет звучать на хорошей акустике. Это закон, правда, такой. Ты работал со Скоттом Сторчем? Да. Это для тех, кто не знает, прям очень крутой композитор, битмейкер, музыкант. Икона, да. Он работает с Доктор Дре. С кем он работает еще? С Бейонс работает. С Тимболанд. С Тимболандом. Джастин Тимберлейк. Со всеми, да. 2000-х. Расскажи, какие-нибудь фишки ты у него подчерпнул и вообще его подход в музыке сильно ли отличается? Знаешь, вот он может сидеть просто вот так вот сидеть на клавишах и играть одну и ту же мелодию. А мне кажется, он с клавишами вообще не разделен, он с ним путешествует. Да, да, он, мне кажется, так, примерно, передвигается. И он просто может так сидеть, но правда, минут 40, и правда, играть одну и ту же мелодию, а потом а, и поменял одну ноту. То есть он очень обдумывает свою мелодию. Это очень круто. У нас как-то немножко сейчас такой момент, что нужно снова стать музыкантом, но и битмейкером. Вот он именно из того времени, что он больше над мелодиями заморачивается. Как происходила ваша работа? Вот вы вместе сидели, ты что-то им предлагал? Как это было? Да, знаешь, как бывало? Он, типа, сделал какую-то мелодию, он скинул мне дорожку, я пошел на кухню, на студии, сел там, набросал бит, драм-кит, и, по-моему, какие-то, он чисто именно сделал бит, бас, 88-й, скинул ему, типа, разложку, он закинул себе в проект и дальше сидит на игру. И вот так мы друг другу кидали колбаски. И в итоге какой трек получился? Ну, треки, получилось достаточное количество треков, но ничего не вышло. Но выйдет или нет? Будем надеяться. У нас есть вопросы от наших подписчиков, зрителей. Друзья, чтобы задать вопросы нашим героям, следите за моими соцсетями. За день до съемки я публикую пост, в котором вы можете их оставить. PS Beats спрашивает, можно ли сделать с тобой совместку? Ну, что это за вопрос? Это не вопрос, это скорее уже какая-то просьба, знаешь. Ну, а, то есть он в целом имеет в виду, можно ли со мной сделать совместку? Ну, можно, ну, блин, конечно, я же сработаю с разными людьми. Следующий вопрос. Азил Така 606, чем вдохновляешься? Если в музыкальном плане, то, ну, обожаю всяких музыкантов, типа, Джеймс Блейк, Флайн Лотос, а так по жизни видеоиграми, простыми вещами, прокаткой на скейте, знаешь, что-то такое. То есть ты катаешься на скейте? Ну, не очень, я именно катаюсь, понял, вот я именно катаюсь. А, то есть вот так. Да, у нас в Одессе есть скейт-парк, понял, я там типа вот сейчас учусь, но мне это тоже очень нравится. ты похож на скейтера. Ну вот. Третье вопрос. Где Кёрт? Какую бюджетную звуковую карту ты бы посоветовал? Из бюджетного? Ну, у меня был имбокс, вот из такого, что бюджетная, наверное. Но их, наверное, уже не выпускают. А, РМЕ, Babyface. Сколько она стоит? Не знаю, тысяч, может, 30-40. Ну, это не бюджетная. Чего-нибудь тысяч за пять. Да, в смысле, такие есть вообще? кантима аудио там. Ну, конечно, аудио тогда, аудио, это хорошо. Но я думаю, что если у вас будет хоть какая-то звуковая карта, это будет хорошо. Работал ли ты с западными артистами? Ну, если считать западными, это выходец из Советского Союза Аватар Дарка, потом был Коби Ханникотт. Ну, когда я с ним работал, это было круто. У него были треки со Snoop Dogg, короче, такой прикольный тип. Но, а, с Erb Music мы выпускали тоже треки. И с, ну, с Ханцер. Кстати, у нас есть для тебя небольшой подарок. Подарок для чая, ты любишь чая. Как раз чаечек, да, Каня? Да, здесь у нас замечательные стикеры. Вот, пожалуйста. Тут даже их несколько. Они будут в кружке, только вытащи потом. Вытащи, да, и не заваривать. Так что у тебя теперь личная кружка. Друзья, какую же кружку? Для этого оставляйте любой комментарий под этим видео. конечно, лучше, чтобы он был информативный. Также подписывайтесь на канал, и каждый выпуск мы будем разыгрывать три кружки рандомным образом, через рандомайзер. Также у нас скоро появятся и другие прозы, поэтому будут не только кружки. И, кстати, сэмпл, там, знаешь, многие спрашивали, может, это типа именно акапеллу нам скинули или что-то. Нет, это именно вот с контактом мы скачали трек и... MP3-шка. Да. Запичанная Пугачева. А Пугачева потом это слушала вообще? Вы показывали? Да, нужно было это все утвердить, это, знаешь, не просто так вот взять и выпустить, да, это все утверждалось. А идея вообще чья была? Идея была Егора. То есть он такой «Хочу волны розы?» «Миллион». Ну, что-то подобное, то есть надо что-то засамплировать, но это прикольно, знаешь, типа... И потом уже дали добро и вы начали сэмплировать? Или вы начали сделали, а потом уже... полностью песню, И это конь Егор тогда, да, ездил, утверждал. Я так часто пишу о любви, что любой, взаигаясь, напишет рассказ обомниемость, мы не заключили пари. Я набил два именно левой руки и на самом-то деле летит. Э, это Макал тоже все подписали. У него нет денег, какая черта любовь, мне нет твоего папы сильнее. А вот эти скрипки, там, гитары... Это вы вживую записывали? Это Nexus. А что за банк? BVB. Это Big White Beats, кажется. Вот он выпускает банки, ну, конечно, вообще самые достойные, я считаю. Это... Это гитара. Да, она не вошла. А скрипки, это я в ВКонтакте наиграл и... И... Да, записал. Кусочек, да? Они жрут, знаешь, нормально. А вот они. Это... Альбион. Когда ты писал этот бит, тебе в душе какое настроение было? Ностальгия была ли такая? Конечно, это, блин, ну, это прям ответственность такая, знаешь, такую старую песню, великую, ну, по факту, для России это великая песня, то, конечно, было даже честью, знаешь, даже, может, волновался. Ну, я думаю, все, наверное, первый раз ее слышали на «Погоди», в детстве, а потом уже... везде. Ну, мы же это все писали вместе с Кридом, то есть это не было, что я сам сидел. То есть он рядом на стульчике сидел, да? Да, да, всегда сидели, писали вокалы, то есть, знаешь, вот так. У вас еще трансляция была один раз, по-моему, вы... Да, для ВКонтакте. Это был трек «Зажигалки» или... А, «Потрачу» был. «И я потрачу на тебя свой самый лучший день, потрачу на тебя свою лучшую ночь». Вы реально там что-то придумали или вам говорили, что делайте вид, что вы что-то делаете? Ну, знаешь, вот... Окей. Бас еще. Блин, крутая аранжировка. Да, ты что, пока? Вообще там... Тут-ту-ту. Вот я срезал вниз, то есть бас ушел, в дилей, чтобы заполнить пустоту. Ну и все. Это все, чтобы голос сайбл. А бывает такое, что садишь, что оно вообще не идет ничего. Прям не прет. Ну, я встаю, если такое происходит. Это, короче, БВВ. Я думаю, что мы можем даже сделать пацанам подгон и сделать драмкитик бесплатный. Давай. Чисто подкинуть. Друзья, ловите драмкит в описании. Там будет пароль. А пароль вы ищите в выпуске. Это такая некая пасхалочка. Надеюсь, найдут. Бас. Тоже, прикинь, ничего я даже на него не вешал. Ни компрессора, ничего просто. Вот так получилось. А сайчейн? Да вообще ничего. Просто вот бас, все. И в итоге конечной версии бас был пустой, да? То есть без любой обработки. Да, тоже как есть. Даже эквалайзер, даже самым минимальным. Вообще ничего. Ну, просто, значит, это звуки, которые уже давно со мной, я им доверяю. А бас он на чем сделал? ФЛ-овский. Это Вавка. Это 808-й, да, наверное? Хор тоже ты прописывал весь? Да, да. А тебе медишки скидывают или ты быстро все сам подбираешь? Да нет, я всегда сам на слух подбираю. Так быстрее. Но в музыкалке ты не учился. Нет. Знаешь, я... Блин, я же когда первые биты начал продавать, я купил бэушные клавиши, которые, знаешь, Ямаха, не помню, или Сотка назывались. Ну, короче, у них даже не было силы нажатия. И я на слух, понимал, подбирался. PSR-ка вот эти, самые играйки где? Да, там есть самая играйка, ты нажимаешь, и она там... Да, может белую стрекозу там... Ну, вот что-то подобное белой стрекозы и квина. Я помню. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я, короче, так подбирал, и потом, знаешь, что я начал? Я начал смотреть видосы на ютубе. Типа, как играть какую-то песню. И вот я подбирал, знаешь, ну, типа, как они показывали. И вот я вот так вот выучился музыке. Разрезали небо фейерверки, покидали офисы и клерки. На моих роликсах стрелки. Буквально вчера уже вышел трек над облаками. Там почти вся Blackstar Mafia. Там Тимати, Назима, кто там еще? Creed, Мод, новых артист Пабло. Как создался этот трек? Знаешь, мне кажется, это было... Я плохо помню, потому что, знаешь, слишком много битов я им делал, и... Еще пачка у них лежит. Ну, еще, конечно, пачка лежит. И вот это, мне кажется, было примерно из того же времени, когда мы делали «Поколение». То есть это вот где-то в тот же период мы сделали тогда демку, но как-то они тогда забыли про нее. И вот сейчас сюрпризом для меня стало и приятным сюрпризом, потому что, знаешь, столько артистов. Типа это прикольно, такой актуальный трек. И вот сейчас для меня стало сюрпризом, что этот трек вышел по итогу. Почему не во всех треках есть твой тег? Знаешь, во-первых, я не хочу... Ну, правда, я понимаю, что иногда это слушать или может, знаешь, не всем по приколу, короче, это слушать. И вот когда более попсовые песни или что-то такое, ну, я стараюсь это, знаешь, не вставлять... Но ты не настаиваешь, да, чтобы он был? Нет, ну, конечно, когда я прошу людей, никто не отказывает. Ну, то есть, ну, как бы это прикольная тема, знаешь, это дань мне, опять же, потому что для меня это важно. Но я стараюсь не перенасыщать им, потому что слишком много песен выходит из-под моих пальчиков, и не хотелось бы, чтобы прямо везде это было. Продаешь ли ты биты простым смертным? Можно ли купить простому Васи бит от Палагина? Давай под простыми смертными понимать людей, которых я вот не знаю как музыкантов, да? Да. Ну, либо обычные люди, которые не музыканты, хотят просто записать трек. Нет, в основном со всеми, с кем я работаю, это друзья, общие друзья, общие знакомые. То есть, я со всеми по знакомству работаю. Я не люблю брать вот такие заказы с интернета. То есть, я, например, в инстаграмчике, кто-то напишет в директ, ты ему не сделаешь бит? Нет. Вот если мне напишут Кент из серии, вот у меня есть Кент, и вот он типа хочет, то есть, я только так, знаешь, так, во-первых, и понадежней. Ты знаешь человека, ты знаешь, кому если что потом предъявлять, типа, зачем ты мне посоветовал этого человека. Поэтому такая схема, она получше. Но ты продаешь полностью или ты можешь в аренду какие-то биты продавать? Нет, я никогда этим лизингом не занимался. А можешь ли ты за респект сделать бит, если тебе понравится трек? Знаешь, были такие случаи. Ну, бывают люди, которых, знаешь, нет возможности покупать биты, но они очень интересные музыканты. То, конечно, как в творческом отношении у меня бывают такие, бывают такие проекты. Со всеми по-разному. То есть, с кем как договоришься, знаешь, просто, ну, бывает же ты пишешь людям, которые ты не думаешь, что песня сильно будет продаваться, да, и ты, наверное, не делаешь ставку на процент с продаж. Но бывают такие артисты, которые, ну, ты понимаешь, что, ну, ты больше заработаешь на, собственно, на том, что чем больше эту песню услышат, тем больше ты заработаешь. Поэтому бывает, что ты, я понижаю гонорар и беру просто процент. То есть, гонорар всегда есть и иногда может быть процент? Да. Просто может меняться сам гонорар. Ну, да. Поэтому, друзья, стремитесь к тому, чтобы вы получали и гонорар, и процент. Да, это вообще золотая схема. И то, и то. Да, и смешку в том числе. Конечно, вообще все. Слушай, у тебя там такие были ту-ту-ту-ту-ту, флейта вот эта. Да, нет, это креми тоже. А, то есть это было, да? Да, это было. Очень прикольно вставить ставку. Да, вообще кайфовое. Настроение. Я думал, что это ты придумал. Нет, это креми. Красавчик. Конечно. Плюсик тебе. Прям респект. Хорошо. Лапку пожали. Ты потратил больше времени, чем потрачено было на розовое вино и на медузу вместе взятых? Были правки, конечно, тут же. А что изначально было не так, и что поправили? Знаешь, что я сделал откровенно ровную бочку. Прям... То есть было... На припеве? Да. А есть эта версия старая? Или мы хрен ее найдем? Да, конечно, можно сделать просто. Слушай, так тоже неплохо, но... Тоже неплохо, но он хотел... Конечный вариант интересный. Да, конечно. Оно более ломано получилось, и кто-то с ним согласен. А у тебя активация Windows, да, слетела? Да вот, короче. У меня лицензионный Windows, потому что я же его купил и поставил на Bootcamp. И... Вышло обновление Windows, и у меня слетело оно просто. Говорит, ну типа, введи пароль. Я ввожу пароль, который у меня был на этой бумажке. Понял? Windows, что я покупал. Ничего не работает. Короче, ломано лучше, да? Сидит чем... Да, честно, я вот... Я уже убедился в том, что ты сломал, и они даже не запрашивают. Ничего у тебя, знаешь, не требуют. А если ты ей лицензию купил, то они будут постоянно требовать? Ее нужно всегда подтвердить. Так же с FL-кой, да? Да, с FL-кой. То есть ты говоришь, что у тебя была лицензия, и с ней проблем больше. Да, с FL-кой. Была лицензия от ноутбука Razer, и она постоянно слетала. То есть она постоянно... Знаешь, нет интернета, извини, но мы сейчас, знаешь, в демо-режиме, значит, запустимся. Понял? Мы не можем проверить лицензию. То я решил все ломать и... То есть тебе... Ты купил ноутбук, и он был с лицензией в FL Studio? Razer и ноутбуки, да, они же с FL Studio идут. Есть такой трек, Blade, называется NetMade, который говорят, что это плагиат 360. А, ну я же это на YouTube такое видел. Что ты по этому поводу думаешь? Знаешь, да, я когда даже, типа, поднапрягся и нашел этот трек. Ну, где-то он был в статье какой-то. Так. Ну, блин, ну честно, ну что там похожего? Ну, плаг, сам плаг похож, ну, слышно же, что это неон, тональность другая, аккорды другие. Ну, сам стилек, ну, блин, все этими плагами стандартными пользуются. Поэтому, мне кажется, что это вообще... Ну, тем более, это же, если что, это плаг не мой, а к Риме. То есть к тебе вопросов нет. Ко мне, если что, вопросов нет, но и к нему не должно быть, потому что, ну, блин, это просто похожие звуки. В итоге тебе понравилось то, что получилось? Очень. И видеоряд, который он снял, это вообще... Ну, очень круто, конечно. У него очень крутое видение, он знает, как делать свой проект. А ты понимал, что это будет прям хит? Ну, да. Конечно, это Элджей. Во-первых, это Элджей. Это уже все хит. Еще и такой рагетончик, знаешь, необычный для него тогда. Это, да, сработало. Ну, хвалите меня хоть что-то, будем? Красавчик. А вокал здесь остался у тебя? Нет, вокала у меня не было. А, то есть тебе его потом не прислали? Да, то есть я Мода просто отдал бит и все, и он дальше все это сам делал. Тут, кстати, очень интересная гитарка сейчас. Короче, гитарка, она весит именно мегабайт. Дешевенькая такая, да? Да, вот ты понял, как я говорил про саксофончики, то... Ну, то есть у тебя не было именно цели сделать прям крутую гитару? Нет, вот мне как раз нравится, что я понял, будто это хит с 80-х. Понял? Вот эти звуки такие из какого-то Роланда. Из дэнди там. Ну, вот. Вот гитара. Она вот выглядит, то есть она еще меньше, чем все плагины. И проигрыш тоже, да, сам весь наиграл? Вот это? Да. Да, конечно. Так что тут? Я даже, ну да, наиграл, не нарисовал. А о чем ты думал в этот момент? То есть у тебя были летние какие-то эмоции? Да. Что у тебя было в голове? Наверное, какой-то праздник какой-то у меня был в голове, если я такое написал. Это гитара, которой хочется делиться. То есть, что все просто подофигели. Как такой плагин может так звучать? Сейчас группа в любой заходит. Да, она заходит. Здравствуйте. Вот наш выпуск подошел к концу. Пишите, друзья, в комментариях, почему, как вы думаете, таких крутых продюсеров не освещают в больших изданиях, не снимают крутые видео? Почему делаю это только я? Хороший вопрос. Почему меня ущемляют? Ну, надеюсь, теперь больше будет информации о Владе. Да и, в принципе, о музыкантах. Это очень интересная тематика. Особенно мне, как музыканту, мне очень интересно тебя смотреть. Особенно этот парень, который белая стрекоза любви. Николай Воронов. Это вообще, ну, видно, что чувак именно живет этим. Он очень крутой. Очень крутой. Нет. Представь бы, если бы Рахманинов придумал белую стрекозу любви, как бы она звучала здесь? А что бы ты мог посоветовать и пожелать нашим зрителям, слушателям и всем тем, кто попал на это видео? Всем, кто попал уже? Музыкантом ты имеешь в виду? И не только. Вот кто хочет заниматься музыкой или планирует когда-нибудь? Знаешь, если ты хочешь чем-то заниматься, ты должен отдаться этому. То есть ты должен именно жить этим. То есть из серии, я считаю, что музыка как бизнес это не хобби. Ты должен именно жить этим и реально любить музыку, но и уметь продвигать себя. Вот это важно, знаешь, не просто делать хорошую музыку. Потому что, как этот парень белая стрекоза любви, он очень крутой музыкант, да? Но ему бы чуть-чуть научиться, мне кажется, двигать это куда-то. Чуть-чуть коммерческой нотки, да? Чуть, вот именно. Но, блин, он же как кристаллик музыкант. Ты понял? Может это бы его испортило? Ну, в общем, нужно баланс и уметь себя двигать, уметь себя показать с хорошей стороны и, конечно же, быть хорошим музыкантом. Кстати, Влад бы очень хотел бы сняться видео с Вороновым. Поэтому, если это видео вы поддержите лайками, то мы снимем совместный такой некий коллаб. Может это будет заценимый трек или что-то еще. Я бы ценил его треки, а он мои треки, знаешь. Да. Также пишите в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы я встретился. А если вы занимаетесь видеомонтажом или вы копирайтер или дизайнер, то пишите на эту почту. Вы нам очень нужны. Мы расширяемся и ваши руки будут как можно кстати. Также, друзья, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода